Друзья, всем большой привет! Сегодня я хочу показать вам один способ нанесения гель-лака на ноготки для тех, у кого есть аллергия на гель-лак. Если у вас проявляется аллергия на покрытие гель-лак и вы не подобрали еще подходящие материалы, то предлагаю вам попробовать такой способ нанесения, как я сегодня буду делать. Возможно, вам этот вариант также подойдет. Но лучше же, конечно же, поискать нужные для вас материалы, точнее даже не нужные, а те, что вам подходят. Это самый лучший, самый приемлемый вариант. Хоть эта задача не из легких, так как приходится перепробовать кучу разных материалов, которые вам не подходят, потом их куда-то нужно девать. Но это не самое проблематичное, куда их деть не подходящие, как найти именно подходящий материал, так как аллергия может быть даже на гипоаллергенные гель-лаки. Еще хочу заметить, что нужно подбирать всю полностью серию, то есть это не только гель-лак, но и базовое покрытие и топовое покрытие также. То есть вам полностью придется поменять все, но возможно даже только один лак. Только путем проб и экспериментов можно выявить и найти, на что у вас аллергия, если же вы, конечно, не сдавали анализы по поводу этой аллергии, аллергопробы. То тогда вам значительно проще будет понять, на какой у вас материал аллергия и можно посмотреть по составу. Но честно, такого я еще ни разу не слышала. Если кто-то уже такое делал, девочки, отзовитесь, эта информация полезная, напишите в комментариях. Конкретно вот такие случаи, если вы сдавали аллергопробы и вам назвали конкретный компонент, который входит в состав гель-лака, на который у вас аллергия. Ну а сегодня мы без вот этих аллергопром будем пробовать наносить покрытие так, чтобы оно у нас могло хоть какое-то время проноситься на ноготках. Я также перепробовала много разных материалов. У меня также проявляется аллергия и больше всего у меня проявление в виде сжения ноготков. То есть у меня получается такое сжение в районе ногтевого ложа, что я не могу просто носить покрытие. Опухают боковые валики и опять же появляется это сжение и все, покрытие я просто беру и снимаю. Особенно это проявляется, если база либо гель-лак какой-то. В основном, если база очень сильно кислотная, то невозможно даже носить такое покрытие. Даже сутки не могу его проносить. Поэтому я подбираю менее кислотные материалы. Еще мне рассказывали такую вещь на курсах. То, что материалы можно подобрать по простой формуле. На бутылочках, когда у нас написано ДИХЕМА, то тогда это более подходящие нам компоненты. Так как там исключены некоторые, точнее даже не исключены, а заменены на другие компоненты. Те компоненты, которые вызывают аллергию. Вот, например, есть у меня топ слева вот этой золотой баночки и вот эта база, которую я сейчас кручу от P&B. Она тоже идет по формуле 5-фри и здесь тоже написано ДИХЕМА. Но это не обязательно может быть P&B, это может быть и другая фирма. Иногда это помогает, а иногда это не помогает. Вообще, самый верный способ это путем проб. Только так мы можем что-то подобрать. И давайте начинать уже это покрытие, которое я хочу вам показать. Ничего здесь сложного нету. И первое, что мы начинаем делать, это маникюр. И сразу я вам скажу, что маникюр отложите в стороночку, если у вас аллергия. И сделайте его за 2 или за 3 дня до того, как вы будете делать покрытие. Это нужно для того, чтобы у вас зажили какие-то маленькие микротрещинки после маникюра. И чтобы при контакте с материалом у вас не вызывал этот материал аллергию при попадании в эти малюсенькие микротрещины. Поэтому маникюр сделайте заранее, походите так 2 или 3 денечка. Потом просто возьмете апельсиновую палочку, либо пушер, так как вот я. И отодвините совсем вот тот чуток кутикулы, который за этот период у вас отрастет. Много кутикулы за это время не нарастет. Птериги вы оттуда вычистите. И можно смело будет сейчас сделать покрытие после этих 2-3 дней после маникюрчика. Дальше по поводу шлифовки ногтевой пластины. Если вы делаете первый раз покрытие геллаком, то мы поднимаем слегка чешуйки на ноготочки. И делаем это слегка-слегка, особенно если у вас тонкие ногти. Если тонкие ногти, то тогда лучше вообще использовать баф. Делаем это один раз, только при первом покрытии. Дальше поднимаем чешуйки только возле кутикулы, где ноготочек отрос. Следующий пункт это то, что нам обезжириватель желательно бы заменить на обычный спирт, что я и сделала. Потом мы обезжириваем наши ноготочки и дальше нам нужно нанести бескислотный праймер. И тех, у кого аллергия, я не рекомендую наносить его на весь ноготочек и нанести только на свободный край. Следующий важный пункт это одеть перчатку на правую руку, обязательно которой вы делаете себе маникюр. И желательно на левую, обрезав на пальчиках перчатку, там где у вас ноготочек. Дальше наносим базовое покрытие. Для себя я подобрала вот ту камуфлирующую базу, которую я вам показала от PNB. Также молочная база их фирмы мне также очень понравилась. Но они могут не держаться без подложки из каучуковой базы. Поэтому в таком случае нужно сделать тонкую подложку. И очень важно, подложка должна быть тонкая, так как каучуковая база более кислотная. Камуфлирующие базы не такие кислотные, поэтому мы можем нанести более потолще слой. А вот прозрачная каучуковая наносим в тоненький слой. Дальше я беру уже вот эту базу и этой базой могу сделать выравнивание и укрепление ноготочков. Я промазываю ноготочек тонким слоем, а потом более побольше ставлю каплю. Но на своих ручках я в основном не делаю подложку. Лучше я пораньше сниму это покрытие. Пусть оно относится у меня одну неделю, но я все-таки прохожу нормально с этим покрытием. Но вот такой вариант также возможен. Также очень важный нюанс нанесения. Вот это уже самая важная часть этого видео. Как сделать такое покрытие, вариант покрытия, если у вас аллергия на гель-лак. Когда мы наносим базу, даже вот ту подложку из каучуковой базы, то мы не доводим эту базу под кутикулу. Вообще не заводим никакого под кутикулу, не может быть, если у вас аллергия. Также до боковых валиков мы не доводим примерно в один миллиметрик. Нам нужно рассчитать то, что у нас будет еще гель-лак. И еще это сверху нужно будет все перекрыть топом, а топ должен зайти сверху, дальше чуть-чуть от гель-лака. Вот примерно вот такое базовое покрытие получается. У меня довольно-таки большой отступ от кутикулы и боковых валиков. И это самая важная фишка данного видео, данного покрытия, варианта такого покрытия для аллергетиков, у кого аллергия на гель-лак. Попробуйте такой вариант. Вариант довольно-таки действующий, так как у нас кожа не контактирует с нашими материалами. И возможно вам этот вариант поможет. Дальше берем уже гель-лак. Гель-лак либо тот, что вы подобрали, либо любой берете, какой у вас есть. И можете поэкспериментировать и попробовать таким способом также нанести. Возможно такой способ вам подойдет и не нужно будет искать другие материалы. Гель-лак я наношу также по тому же принципу, как и базу. Я по базе как раз наношу наш гель-лак, не доводя его до боковых валиков и под кутикулу. Просто щеточкой прокрашиваю лак и с таким отпуском примерно в один, либо полмиллиметрика. Где-то вот так. Так делаю и первый, и второй слой. Потом беру кисточку. Кисточку беру не для того, чтобы подвести, как обычно мы это делаем под кутикулу гель-лак, а для того, чтобы просто подровнять этот гель-лак на том же уровне, как мы его нанесли большой кистью. Просто сделать ровную вот такую линию, а отступ у нас так и остается возле кутикул и боковых валиков. Продолжаю также наносить на остальные ноготочки по такому же принципу. Можно это сделать даже без тонкой кисточки, если хорошо отжать кисти из флакона вот эту с гель-лака. Если на ней будет минимум материала, то можно сделать также неплохую хорошую линию гель-лака. Вот такое покрытие у меня получилось с отступом. На среднем ноготке у меня здесь камуфляж, буду делать еще дизайн. Дальше мы можем уже делать дизайн на этом этапе и после дизайна перекрывать все топом. Сегодня в качестве дизайна у нас будет стемпинг. И стемпинг будет новогодней, с той пластины, которую мы делали недавно совсем распаковочку от PQ. Кто помнит эту распаковку, новогодняя пластина с такими снежинками, всякими разными рисуночками. Я хочу сегодня сделать вот такой дизайн, перенести вот такой вот носочек. Еще я его разукрасила там, где листики немного зелененьким. И где носочек, сам вот этого носочка, я сделала белым лаком. Использовала густые лаки, которые у меня плохо переводятся на пластине, но они все-таки очень густые. Нужно разводить даже для вот этой цели. Вот такой вот стемпинг дизайн у меня получился. И теперь можно это все перекрывать уже топом. Дальше топом перекрываем все по тому же принципу. Нам нужно оставить все равно отступ. Но теперь топом мы немножко заходим дальше на гейлак. Таким образом мы делаем перекрытие топом нашего гейлака. И все равно отступ должен оставаться. И топ не должен тоже заходить под кутикулы и боковые валики. Все равно у нас примерно полмиллиметрика должно оставаться. Вот такой вот вариант покрытия, если у вас аллергия на гейлак. Таким образом мы уменьшили контакт материала с нашими боковыми валиками и кутикулой. Попробуйте еще этот способ, если вы не пробовали. И напишите в комментариях, подошел он или нет. Также ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И если понравился дизайн, пишите свои комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И на этом у меня сегодня все. Всем пока-пока, до новых встреч!